Вы видели, что с одной стороны была какая-то странная провокация путинская возле Курской атомной электростанции, там детонировало какое-то помещение за 5 километров до, считайте, горела территория Курской атомной электростанции. С другой стороны, Путин обновил свою ядерную доктрину, причем публично обновил. Мы не знаем, мы не видели этого документа, но так было сказано фактически, да. И очевидно, что такие документы, как стратегические, как ядерная доктрина, так не формулируются, как это сформулировал Владимир Путин. О чем? Два вопроса. Первый вопрос. Путин взорвет Курскую АЭС? Ему это нужно? Условно, будет ли это польская радиостанция? Это главный вопрос, который касается следующего этапа эскалации. Потому что есть несколько сценариев дальнейшей, так называемой дальнейшей эскалации. И таких сценариев 4. Первый сценарий. Это просто случайное падение плохо летящего самолета, случайное падение боеприпаса. И он попадает, допустим, ядерный заряд попадает куда угодно. Не обязательно в электростанцию. Даже, так сказать, в пустынные местности или в море. Это один сценарий. Второй сценарий эскалации. Это действительно вполне целенаправленное использование тактического ядерного оружия. Третий сценарий эскалации. Без всякого ядерного оружия. Может быть принято решение нанести конвенциональными средствами удар действительно, скажем, по Познане. То есть по логистическому центру в Познане. Сейчас это кажется диким. Сейчас предполагается, что Путин не ударит по территории НАТО. Так вот, надо сказать, что я бы исходил из мысли, что вовсе не тактический ядерный удар является ближайшей перспективой эскалации с позиции Путина. А наоборот, удар по конвенциональным оружиям, по близлежащему месту логистики поддержки Украины или концентрация вооруженных сил НАТО, которые представляются Кремлю опасными возле своей территории. То есть Путин может ударить по Польше? Может по Польше, а может быть по Эстонии и правильные эстонцы как бы об этом вслух размышляют. Четвертый сценарий какой? Как отвечать на это. А четвертый сценарий эскалации, он заключен в том, что у Кремля есть возможность такого рода диверсии. Эта война в значительной степени, она очень как бы диверсионная со всех сторон. И возможность диверсии, которая потребует какого-то очень масштабного ответа со стороны, скажем, я сейчас говорю не о масштабной диверсии, не в отношении Украины, но и в отношении Украины тоже это может быть. Дело в том, что от некоторых форм войны ведь до сих пор стороны удерживаются, хотя ясно, что можно использовать чудовищные виды оружия в определенной ситуации, которые будут действовать в том числе и против гражданского населения. Кремль располагает нелетальным оружием разных видов, и не только Кремль, которые могут вызвать достаточно такие тяжелые яркие последствия и для вооруженных сил, и для гражданского населения. Это все сейчас все учитывают. Я сейчас это говорю не к тому, чтобы запугать перспективы эскалации, а к тому, что абсолютно все, кто занимается войной, они все учитывают эти сценарии на следующем этапе. Так что я бы сказал, ядерная угроза и угроза ядерного удара – это не самое прогнозируемое сейчас из всех остальных сценариев. Но он, на ваш взгляд, Путин, может использовать ядерное оружие? Он может, он будет бить ядерной ракетой? Вот этот сценарий реален для вас? Нет, на мой взгляд, он не будет бить ядерной ракетой первым. Разумеется, он может бить ядерной ракетой в том случае, который описан в ядерной доктрине Российской Федерации. Для этого надо, чтобы… Знаете, в какой ситуации он будет бить? Представим себе гипотетическую ситуацию. Если весь глобальный альянс поддержки Украины сформировал действительно альянс прямой военной поддержки, части шести государств вместе с авиацией и бронетехникой вступают в войну против Российской Федерации на стороне Украины. Или, предположим, такой сценарий, допустим, корабли американского военного флота действуют вместе с украинским военным флотом и Украиной, примерно так же, как они действуют на Ближнем Востоке. То есть… И наносят удар по России. Да, совершенно верно, да. Вот на это, да, вполне возможно, что будет принято решение не только Путиным, а российским генштабам нанести тактический ядерный удар, в частности, по Познане. Вот давайте немножко на другие темы поговорим, тоже немаловажные. Седьмое октября, день рождения Путина, 72 года. И просто погнали всех, и заставили всех кричать «Володя, с днём рождения!» Деток в детском садике, в школах, в университетах. Вылили представителей военного университета детей на улицы Питера, на улицы других городов повыходили, все кричали, носили плакаты. Где-то это уже было, как говорил Леонид Кучма. Куда Россию возвращает Путин? Да, дело в том, что, конечно, это выглядит отчасти как возврат к советскому. С другой стороны, в этом явно видны элементы такой как бы правой диктатуры. Какие-то элементы видны. Мы часто тут сравниваем это с франкизмом или с чем-то подобным в прошлом. С режимом Муссолини, например. Он стал Дуччи уже, да? Он Дуччи, да. Но вот правы те, кто обращают внимание, в частности, там замечательные американские политические аналитики, которые все подчеркивают, все-таки это Дуччи времен цифровых возможностей. То есть, все-таки это Дуччи современного мира. И этот режим использует современные технологии и хочет их использовать дальше. И в этом смысле он, конечно, отличается от каких-то прошлых режимов. Потому что все-таки мы видим, что вот эти ключевые идеологические формулы, которыми он себя обеспечивает, этот режим все-таки по-прежнему используют как бы постмодернистские. Все-таки, то есть, как-то на грани какого-то цинизма. То есть, мы все-таки исходим из мысли, что там коммунисты или нацисты, они все-таки в своем ядре реально верили как бы в построение какого-то нового мира. А Путина гиловец. Да, совершенно верно. Да, Путина действительно какая-то разновидность, так сказать, такого, собственно говоря, подрывника, который очевидным образом не видит никакой перспективы, и не ставит себе никакой там, знаете, концепция многополярного мира, с которым выступает Кремль. Это просто анекдотическая вещь с точки зрения там политического мышления. Ну, это банальность какая-то. В ней нет никакого нового жизнеустроительного смысла. Кремль выбегает на мировую площадку, изображая из себя, значит, такого мелкого зверька, который как бы собирается выражать интересы больших обществ, типа индийского и китайского, и говорить, что, мол, вот мы, значит, Россия, мы, значит, за интересы вот всего этого мира, Африки, Индии, Китая, то есть пытаясь формулировать за эти общества якобы какую-то необходимую этим обществом там философию нового мира. Но на это все эти общества смотрят с большим изумлением, потому что Российской Федерации, никто не, нет никаких полномочий у Российской Федерации или у Кремля выступать от их имени. Они сами определяют свою жизненную стратегию в 21 веке. Так что я бы сказал, что это дуча, но это дуча какой-то, так сказать, очень похабный. Александр Олегович, возвращают налог на бездетность, будут вшивать в подоходные вычеты, в НДФЛ. Такие сталинские времена, что-то такое уже было тоже, возникает вопрос, гулаг будет, большой террор будет. Мне говорят, террор уже идет, но все-таки большой террор, 37-й, 38-й, я об этом говорю. Ну, дело в том, что я бы сказал так, что мы видим такую, одну такую черту мы сейчас видим, что когда вот говорят про мобилизацию, мобилизации не будет. Но, тем не менее, конечно, искушение дальше активно сажать людей, а потом их выписывать оттуда, значит, на передовую окопы или, так сказать, в зону боевых действий, она, конечно, у властей велика, потому что это все-таки очень эффективно. Поэтому какой-то фрагмент гулага для того, чтобы использовать, значит, сам гулаг в качестве некоторого транзитного инструмента, мы тебя забрали и дальше ты на войну идешь, она, конечно, очень велика. Эта модель, она, значит, была продемонстрирована Пригожиным и затем, как бы, окончательно присвоена Кремлю. Так что я бы сказал, все это уже, мне кажется, даже уже видят, ведь все уже видят, что стимулируется посадка людей для того, чтобы сразу же им предложить. Идите на фронт, и будет не только осуждение, но даже прекратится и следствие. То есть, так что да, я бы сказал, что фрагмент гулага здесь будет дальше. Уже гулаг есть. Тем временем Путин и Мишусин предлагают бюджет. Все на войну. На 3,5 триллиона оборона, 6 триллионов севереки, 1,5 триллиона минус у пенсионеров, многодетных, инвалидов и так далее на социальные выплаты. Акцизом обложить абсолютно все от табака и алкоголя, водки до, не знаю, бензина и сладкой воды. Все на войну. Кстати, не нужно еще забывать о том, что 600 миллиардов рублей собираются просто за счет санкций, штрафов и изъятия россиян только за год. Александр Олегович, вот россиянин теперь, каждый россиянин будет платить за войну Путина? Теперь все будут замараны? Ну, в этом и, собственно говоря, специфика долгой войны. То есть, да, долгая война, она затягивает в себя даже те группы и слои населения, которые как бы от нее далеки. И, конечно, несомненно, это есть. И с этим придется иметь дело. Так что бюджет построен, очевидно, все правильно отмечают, что бюджет построен под долгую войну. Вместо каких-либо сигналов о сокращении хотя бы незначительных военных расходов, наоборот, как бы здесь заявлен бюджет, который просто показывает, что война будет идти дальше. И кто-то будет платить за войну, несомненно, а кто-то будет получать большие бонусы. И я бы сказал так, что на этот бюджет, который сейчас утвержден, я думаю, хищными глазами смотрят как бы многие и многие и в Министерстве обороны, и в Ростехе, и все, кто занимается теневым обходом санкций. Вот все, кто пасется вокруг войны, они, конечно, с жадностью смотрят, все, так сказать, хищно на этот бюджет, потому что независимо от всей этой антикоррупционной борьбы, которую Путин там ведет, и Кремль как бы, понятно, что вся практика разворовывания этого бюджета будет продолжаться. И поэтому там бенефициаров, конечно, много. Но, с другой стороны, рекордная сумма 2,6 миллиарда рублей в неделю будут получать российские пропагандисты. Вот с чего, на ваш взгляд, вдруг Владимир Путин поднял зарплаты Симоньян, Скобеевой и Соловьеву? Да, поднял, придает значение, конечно. Они аргументируют постоянно, что во время войны надо тратить большие деньги на пропаганду. А почему? Потому что они верят внутри? Или как? Они создают, то есть, во-первых, да, есть большая претензия, мы ее видим. Там постоянно обсуждается одна и та же претензия. Она даже выходит в паблике и в телеграм-канале обсуждается, что наше вот это все неубедительно звучит для населения, зачем мы ведем войну. И действительно, там ведь есть много примеров, на самом деле, когда люди, особенно в регионах, там вдруг, или там пытаются найти способ записаться в Легион Свободной России, или совершают какой-то персональный личный, так сказать, шаг протеста. Это все в Кремле отслеживают внимательно. И они считают, что, значит, надо вырабатывать больше позитивного контента, надо как-то, значит, население... Кремль хочет не мобилизовывать население, а он хочет сделать войну комфортной для населения. Вот так можно сказать. И на это направлены усилия пропагандистов. Александр Олегович, Познер 7 октября презентовал, в день рождения Путина, сделал ему подарок, фильм про Турцию. Неважно, о чем был фильм, главное, что Познер вернулся, Первый канал, Константину Эрнсту, Песков его похвалил, сказал, какой хороший Владимир Владимирович Путин. Простите, оговорился Владимир Владимирович Познер, ну, на самом деле, одно и то же. Александр Олегович, на ваш взгляд, как тогда все так попахивает КГБ? Я понимаю, что вы не можете этого, знаете, у вас папочки нет, но не кажется ли вам, что Владимир Познер, если не является сотрудником КГБ, то очень подыгрывает Лубенке сейчас? Ну, я бы сказал, даже не так. Я бы сказал, что Познер так долго работал на площадке, в том числе еще в советское время в международной журналистике, что никто не сомневается в том, что он взаимодействовал в какие-то разные периоды своей жизни с представителями службы внешней разведки, просто потому, что в то время, как все понимают, и корреспонденты ТАСС, и вообще корреспонденты АПН, да и российские дипломаты, все находились на такой, на одной, за рубежом, на одной панели, как бы в этом смысле слова, где постоянно пересекались и взаимодействовали. Это само собой. Кознер, на мой взгляд, дело не в том, что он является или являлся сотрудником какой-либо российской спецслужбы, может быть, он и не являлся. Дело не в этом. Дело в том, что он сам для себя, как бы сам себе присвоил такую, как бы идеологию. Эта идеология, она сводится к тому, что, вот они об этом часто говорят, что какая-никакая, но это моя страна, да, и я должен пойти до конца с этой страной, если даже она совершает агрессию. И я должен остаться не просто с этой страной, но и с ее властями, что самое важное, с ее государством. Познер демонстрирует постоянно, что для него, вот, не знаю, может, он считает себя частью... Знаете, есть еще такая разновидность, к сожалению, помимо Познера, есть вот французские аристократы русского происхождения, которые тоже годами поддерживают путинизм из соображений того, что это вот наша сторона, и какое бы там ни было государство, это наше государство. И на этом покоится и в кавычках патриотизм, который, в общем, далеко всех завел, завел всех, так сказать, в грязное взаимодействие там с российскими крупными госкорпорациями, с российскими чекистами под прикрытием работающими, они там все завязли в этом. Ну и вот у Познера такая ситуация. Я, кстати, совершенно не понимаю, зачем он сейчас в 80 лет возвращается на российское телевидение в условиях... Да, 90 уже, по-моему. Да, 90 уже. Не знаю, сколько ему лет, но, конечно, это с его стороны, на мой взгляд, позорный шаг просто. Александр Олегович, Виктор Бут вернулся. Человек, который отсидел в американской тюрьме, которого вытащили, обменяли. Он оружейный барон, и сейчас он продает оружие хуситам. Вернуйся к старому. Чем, на ваш взгляд, будет заниматься Красиков, главный киллер Владимира Путина? Надо сказать, что я пока не уверен, что Бут действительно занялся этим. Я видел это сообщение, но отношусь к нему пока осторожно, то есть оно требует дополнительных подтверждений. Очень это выразительно звучит. Но Бут, безусловно, как бы за то время, пока он находился вне этого бизнеса, он, конечно, потерял значительную часть связи и коммуникации. Это первое. И второе, мне, честно говоря, не верится, что человек с таким шлейфом, как бы международным, может сейчас заниматься каким-либо теневым бизнесом. Там работают люди теперь с совершенно другими фамилиями, люди, которые могут укрыться легко от как раз контроля разведок пятиглаз, то есть не только пятиглаз, но вообще, говоря, на это направлено большое внимание. Так что я думаю, что Бут, возможно, чем-то и занимается, но не этим. Но не важно. Важно, что торговля-то оружием, конечно, идет, и понятно, что поставляются российские военные материалы к уситам, да. Красиков. Красиков, конечно, будет заниматься тем, чем и все остальные, кто вернулся в Россию, так и было всегда. ФСБ или военная разведка делал их преподавателями. Так что он будет преподавать в одной из академий. А условный Красиков, условный Красиков убьет условного Гиркина? Ну да, конечно. В этом смысле слова нет сомнений, потому что военная разведка, военная разведка, как известно, в этом смысле слова действует без колебаний. Александр Олегович, Антонова, Анатолия Антонова убрали из США, из Вашингтона, и впервые за сто лет Россия может оказаться в США без посла на длительный период времени. Это не попахивает какой-то очередной ротацией, так резко это не происходит. Происходит это обычно, когда что-то должно произойти очень глобальное и масштабное. Почему Путин резко убрал посла из США? К чему он готовится? Нет, мне кажется, он тут ни к чему не готовится, он тут убирает посла из следующей ситуации, из следующей логики. Вот у Вас пройдут выборы, вот Вы определитесь с политикой в отношении России, и вот тогда мы будем предлагать кандидатуру посла. За этим стоит то и следующее, что предположим, это пока предположительно, выборы выиграет Трамп. Предположим, Трамп заявит, что он хочет какой-то нормализации отношений с Российской Федерацией. Под это тогда можно будет, Москва будет думать, кого назначать. Поэтому здесь я думаю, что поскольку, на мой взгляд, как бы ни Харрис, ни Трамп ничего не смогут сделать в отношении Российской Федерации, то есть с точки зрения изменения там какой-то сложившейся ситуации, то посла в Соединенных Штатах у России не будет долго. То есть 5 ноября на самом деле ничего не решится для этой войны? 5 ноября не решится точно. Может быть решится в марте примерно, когда будет ясно, когда станет там, ну, неважно, какая будет администрация, но мы будем видеть выработанную позицию в отношении вообще внешней политики Соединенных Штатов в новую каденцию. Ну, тогда будет примерно ясно. Александр Леонидович, последний вопрос. Кто получит премию мира? Зеленский или Навальный? Ой, это такой сложный вопрос, честно говоря. И у меня нет на него ответа. Как раз я с ужасом думал, что, может быть, Гарета Тудор получит Нобелевскую премию мира. Вот. или в этом смысле слова Зеленский или Навальный, это даже еще более-менее приемлемо по сравнению с тем, что может произойти с Нобелевской премией мира. Так что я не отвечу сейчас на этот вопрос. Это когда? Это как раз должно быть буквально денями. Да, денями. Но я знаю, что мой коллега Евгений Киселев сказал, вот он мне как бы, что ох, нас удивит, результат. Но он всегда удивляет, он просто знает, что всегда выбираются не те, которые выбирают букмекеры.